По традиции в преддверии Масленицы проводится городской открытый конкурс, выставка «Самарская маслена». Гость дорогая. Принять в нем участие могут все желающие. В этом году в рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, предусмотрены отдельные призы за лучшие работы, изготовленные вместе со своими родными и близкими. Эту куклу-маслену сделали воспитанники Центра внешкольного образования творчества. Теперь ее представят на конкурсе, который пройдет на площади Куйбышева. Им это на самом деле очень интересно. Допустим, когда они сначала приходят к нам на занятия, они говорят, что мы не хотим шить, мы не хотим ничего делать. Но когда они начинают втягиваться в это занятие, то есть в процесс работы, они видят вот эти ткани, они видят особенный результат, который у них получается, и, конечно же, им становится более интересно. В Центре внешкольного образования творчества занимаются более 6 тысяч детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Традиция создания кукол появилась там в 1988 году. Воспитанники Центра создают кукол разных народностей, которые ежегодно пополняют копилку студии моды. И мы участвуем во многих конкурсах, всероссийских, международных, очных конкурсах. Отправляли в Москву эти куклы, они тоже побеждали. И не просто они создаются, а шьются костюмы, и они украшаются в различных народных традициях. Для подведения итогов конкурса создается жюри из числа профессиональных художников, мастеров прикладного творчества, педагогов дополнительного образования. Специалисты будут оценивать работы на оригинальность, соответствие образа заявленной теме, мастерство исполнения. Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта, на электронный адрес, указанный на экране. Конкурсные работы должны быть не менее 50 сантиметров. Куклы должны иметь устойчивую подставку и этикетку с указанием фамилии имени автора. Лучшие работы можно будет увидеть 17 марта на выставке на площади имени Куйбышева. Андрей Бессонов, Полина Чулякова, Константин Головин. События.